Согласно прогнозам Евростата, численность населения Латвии к 2070 году может уменьшиться на треть, достигнув 1 млн 300 тыс. человек. Данные прогнозы основаны на базе предоставленных Министерством образования цифр, которые опубликованы в отчете о демографической ситуации в Латвии. Отмечается, что в настоящее время демографическая ситуация в стране характеризуется отрицательным естественным приростом населения. Также наблюдается увеличение средней продолжительности жизни латвийцев, что способствует старению общества и росту демографической нагрузки. Рождаемость в Латвии снижается стремительными темпами и является сегодня самой низкой за последние 100 лет. Согласно прогнозам Евростат, к 2070 году продолжительность жизни мужчин в Латвии увеличится до 82,5 лет, а женщин – до 88. На очередном заседании финансового комитета депутаты городской думы вновь вернулись к рассмотрению вопроса о работе на территории Дагуплса игровых залов. На сей раз причиной для обсуждения данного вопроса стали результаты опроса, проведенного самоуправлением среди горожан. Участие в заседании приняли и представители индустрии азартных игр. Как рассказал руководитель юридического департамента думы Руслан Головань, горожане активно принимали участие в вопросе, и большинство из них выразили свою поддержку разработанным обязательным правилам самоуправления, которые в будущем будут определять места и территории в городе, где нельзя будет организовывать азартные игры. То есть, сегодня предлагается запретить работу игровых залов, которые находятся ближе, чем в 150 метрах от структур самоуправления, храмов, учебных заведений, почты, кредитных учреждений, учреждений социального ухода, служебных гостиниц, спортивных учреждений и многоквартирных жилых домов. На мой взгляд, нахождение азартных игр в игровых залах, особенно если они находятся поблизости с жилыми массивами, это недопустимо. И закон дает самоуправлению право решить поддерживать предпринимательскую деятельность такого рода на своей территории или же нет. И я сегодня направил на рассмотрение Думы обязательные правила самоуправления, суть которых – ввести ограничения на работу игровых залов на территории нашего самоуправления. Напомним, год назад на заседании Комитета по вопросам образования и культуры был рассмотрен проект обязывающих правил, но окончательное решение в этом вопросе принято не было. Но точку по данной теме планируется поставить 31 октября на заседание Очередной Думы. На данный момент на территории Дагублса работает порядка 10 игровых залов. Более подробный репортаж о заседании финансового комитета и точки зрения по этому вопросу горожан, представителей индустрии азартных игр смотрите в наших ближайших выпусках новостей. Комиссия СИМА по мандатам, этике и заявлений приняла решение отправить депутата от фракции стабильности Виктора Пучку, избранного в парламент по Латгальскому избирательному списку, на углубленную проверку знаний государственного языка. В то же самое время его однопартиемец Ефимий Крементьев такой участи избежал в любом случае. Окончательное решение по поводу двух народных избранников должен будет принять СИМ. По словам самого депутата парламента Виктора Пучки, государственным языком он владеет на нормальном уровне. 2,5 млн евро – таков размер специальной государственной дотации, которая в следующем году будет выделена Латгальским самоуправлением, территория которых граничит с Российской Федерацией или с Республикой Беларусь. Лудзинский край получит 822 тысячи евро, 484 тысячи получит Баловский край и 220 тысяч – Аугждаговский край. Денежные средства также получит и Красловский край. Выделенное финансирование самоуправление смогут использовать по своему усмотрению, то есть гостотация может быть направлена либо на ремонт дорожной инфраструктуры, либо на поддержку учебных заведений или на меры по повышению безопасности на территории самоуправления. В Даугавпилсе, как и во многих других городах Латвии, очень развита сеть платных автостоянок. В нашем городе с 31 января 2022 года они находятся в ведении предприятия Даугавпилсатексмы. Для удобства клиентов рядом с каждой платной парковкой стоит специальный аппарат, с помощью которого мы можем заплатить за парковочное место. Сея Даугавпилсатексмы обслуживает 11 участков улиц нашего города, которые предназначены для парковки автомашин. Эти зоны распределены в зону АД и БД, которые, конечно, различаются и по ценовой политике. На участках этих 11 участков улиц нашего города может расположиться 611 автомашин. Оплата за использование парковочного места производится согласно по часовому тарифу. Минимальная плата составляет 25 евроцентов. Оплату нужно производить сразу после того, как вы припарковались. А выданный аппаратом талон нужно положить на видное место в машине, например, с внутренней стороны лобового стекла. Кроме того, физическое и юридическое лицо могут заключить договор с предприятием Даугавпилсатексмы и приобретать ежемесячное разрешение на парковку на любой платной стоянке города, которая находится в ведении компании. В выходные дни в нашем городе все парковочные места бесплатные. А также в любой день бесплатно этими парковочными местами могут пользоваться члены тех семей, которым присвоен статус Латвияс года Димена. С одной оговоркой, что хотя бы кто-то из этой семьи должен быть задекларирован в Даугавпилсе. Для того, чтобы получить разрешение на бесплатную парковку, семье нужно написать заявление, бланк которого можно скачать на сайте предприятия. Сделать копию с обеих сторон карты Латвии с года Димена, предъявить технический паспорт, в котором указано, что владельцем или держателем автомобиля является один из членов семьи, а также документ, подтверждающий декларацию в Даугавпилсе. Эту информацию вам нужно отправить на почту info.desatexme.lv. Выбрать затем разрешение можно будет в любой рабочий день в офисе Даугавпилсе Сатексме на улице Карплю, 24, с 13 до 15 часов. Всю необходимую информацию о платных парковках вы можете найти на сайте компании satexme.daugavpils.lv в разделе «Аутостав Виэтас». 18 октября в Южно-Лавгарске участок госполиции поступила информация о том, что в Даугавпилсе в подъезде одного из многоквартирных домов трое грабителей напали на 20-летнюю девушку, нанеся ей телесные повреждения. Преступники похитили у потерпевшей мобильный телефон и ювелирное украшение. Общий материальный ущерб оценивается в 1700 евро. Позже телефон был найден в выброшенном на улице. В тот же вечер сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых, а 20 октября был пойман второй. Также было установлено и местонахождение третьего злоумышленника. В отношении трех преступников в возрасте 26, 27, 28 лет начат уголовный процесс. Все трое уже ранее попадали в поле зрения полиции. Процесс начат по статье 176 второй части уголовного закона Латвийской республики «Разбой, совершенный в группе лиц по предварительному сговору». Данная статья предусматривает максимальное наказание до 8 лет тюремного заключения. В ходе досудебного расследования стали известны подробности уголовного дела о перевозке большой группы нелегальных мигрантов, которые были задержаны пограничниками в конце июля текущего года на территории Аугзаговского края. В ходе следствия стражами порядка было установлено, что перевозчики применяли к нелегальным мигрантам физическую силу. Кроме этого, члены преступной группировки совершали ограбление лиц, незаконно пересекавших государственную границу, угрожая им предметом, похожим на оружие. В преступные деяния были вовлечены и двое несовершеннолетних персон. На сегодняшний день установлены все организаторы и пособники преступлений. А 14 октября в рамках начатого уголовного процесса пограничники задержали еще пятерых граждан Латвии. Также были проведены процессуальные действия в отношении трех лиц, которые находятся в местах лишения свободы и отбывают наказание за другие виды преступлений. На данный момент в рамках уголовного дела решается вопрос о дополнительной квалификации по статье уголовного закона о грабежа, совершенном с применением огнестрельного оружия и о признании всех указанных лиц подозреваемыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова